И как, ну, это такая интересная, на самом деле, тема, потому что как современным ребятам прийти к этому выбору, то есть какие самые главные плюсы и минусы можно назвать, судя по твоему опыту, про образование. То есть плюсы и минусы, а потом, если ты можешь как-то дать совет при выборе образования, потому что для меня, честно говоря, я тебе могу сказать, то образование, которое я получила в Йорке, оно мне помогло узнать и понять мир, но оно, ну, видимо, я тоже, может, неправильно как-то старалась, но понять про то, что я хочу делать и что мне интересно, я просто понимала, ну, анализируя свое прошлое. Вот, например, когда я была еще маленькая, да, я там выходила в библиотеку и брала книжки по психологии, да, например. Вот, и мне вот интересна психология до сих пор, и я понимаю, что вот я тем самым, что я сейчас занимаюсь этим проектом и детьми, и образованием, я поняла это только так. То есть университет мне дал просто опыт, как ты говоришь, людей, с которыми я сейчас общаюсь, а в принципе, как бы, ну да, как говоришь, знанием учиться, какое-то понимание себя, может быть, опять же, я что-то не так понимаю, да, но в этом плане вот я не скажу, что мне что-то, ну, я не скажу, что я как-то яснее стала понимать, что мне интересно в жизни и в работе. Я поняла, что тебе не интересно тогда. В принципе, да. И вот с этим университет тоже может помочь. То есть университет – это непрямая точка к успеху. Есть очень много людей, которые не делают, ну, не пошли в университет, которые либо открыли что-то свое, либо вместо того, чтобы пойти в университет, они делали apprenticeship. То есть apprenticeship – это после того, как человек закончил A-levels, то есть 10-12 класс. Что они делают? Они пошли и начали работать на компанию immediately, то есть, да, моментально. И в то же самое время они чуть-чуть учились, но больше времени они работали. Все равно люди такое тоже делают. Тут, когда дело зависит выбора, самое главное, мне кажется, вот именно в этом сфере чувствовать свою интуицию и действовать тому, что мы на самом деле, тому, чему мы на самом деле верим и что мы можем логически обсудить, подтвердить. Потому что вот ты сейчас говоришь, что ты не знаешь, если университет тебе, в принципе, дал пользу того, что ты хочешь делать. Все зависит от того, как мы смотрим на позицию. К примеру, положительно можно смотреть, тебе университет дал возможность понять, что политика, философия и экономика – это не твое, что, может, предмет был чересчур сухим, что тебе больше нравится живность, что тебе нравится обучение, что тебе нравится обучать. У тебя ведь был… мы ведь вместе делали с тобой, мы учили детей математики. В принципе, так вот, я говорю, вот этот опыт практический, который, да, я взяла, нет, так и есть. И поэтому университет, он не может быть без таких вот опытов, потому что, когда дело касается любых опытов, знакомства с новыми людьми, присоединения к разным кружкам, вот через это мы, в принципе, и понимаем, что нам на самом деле нравится. Если человек только учится, то, к сожалению, это не вся жизнь. Учеба, это в какой-то момент учеба заканчивается, и уже начинается настоящая жизнь. И опыт жизни, он очень важен. Университет, тут, в принципе, баланс между опытом жизни, если люди хотят идти по этому направлению, у них есть всегда опция – нет, не идти и просто учиться постоянно. Но если люди решают идти по этому пути, получить опыт жизни во время университета и учиться, то в совокупности можно очень классную картинку рассказать во время интервью, да? Так что, ну, такое у меня мнение. Абсолютно понимаю. Да, нет, это всё зависит от человека, во-первых. А во-вторых, просто что интересно узнать было, насколько, так как с каких-то, да, совсем, ну, как сказать, нескольких лет, когда ты работаешь, да, но ещё как бы ты не дошла, может быть, до всех высот, да, но ты как бы можешь видеть, что тебе сразу дало после университета, да, как опыт. Но мне кажется, что, как я поняла, если ты разрешишь, это больше ты чувствуешь, что это был баланс, да, баланс и опыта практики, и обучение, и знаний, и таким образом, связав этот баланс, ты смогла, ну, и сейчас абсолютно идёшь по своему пути и достигаешь своих целей, да, то есть это, можно сказать, как такая идея. Ну, смотри, в принципе, да, но вот что я хотела бы подчеркнуть, это то, что даже если бы у меня не было магистратуры, да, я не смогла бы сейчас работать на таком уровне, на котором я сейчас работаю, на таком уровне, но, с другой стороны, чтобы я смогла сделать, я бы смогла бы работать на таком уровне, потому что, зная себя, неважно, какие чаленджи приходят на моём пути, я знаю, что я их преодолею. И вот этот менталитет, вот этот настрой, вот это самое-самое фундаментальное, когда дело касается успеха. И я знаю, что я буду успешной, потому что, ну, как иначе, по-другому не может быть. Даже если какие-то трудности или какие-то провалы будут, провалы обязательно нужны. Да безумие, мы только на провалах и учимся, мы не можем учиться на успехах, у нас голова начинает кружиться от него, а она во время провалов, это тогда, когда мы такие, ладно, так, тут проблема, как её решить. А какой твой тогда будет совет, будет ли он, какой он будет молодому, например, поколению, что, как ты сказала, менталитет всё-таки? Ух, мой совет это то, что в этом возрасте, когда дело касается выбора университета, выбора курса, выбора, может, что-то своё начать, а может, пойти на аппронтищик, мой совет следовать тому, чему человек на самом деле хочет следовать. Вот наше время, вот когда мы, нам 18, 19, 20, 25, это время делать ошибки. Сейчас это самое главное время, потому что у нас есть семья, которая сможет помочь, если что, в крайнем случае. У нас есть опора вот такая вот, а потом в будущем мы будем семьёй для кого-то, вот уже тогда нету настолько большого пространства для того, чтобы делать ошибки. Это раз. Два, когда, даже если, например, давай скажем, человек решил не уйти в университет, а создать свой собственный бизнес. В таком моменте есть люди, которые, они создают свой собственный бизнес просто для того, чтобы лениться, не идти в университет и не делать то и другое. Ты, Никочка, ты не такая, ты, к примеру, да, ты создала свой собственный бизнес, и ты просто, вот, ты идёшь наперёд, ты просто ни о чём другом думать не можешь, ты думаешь только об этом. Как сделать это лучше? Как сделать это? Вот, может, это или это? Есть ли у человека такой настрой, когда они создают свой собственный бизнес? Зачем обучение, в принципе, да, чтобы, может, поднять свой уровень знаний, и что, когда дело касается общения с людьми, у которых есть вот такое вот образование, чтобы было о чём поговорить. Но если у человека есть такая цель, то есть очень много книг, в принципе, можно почитать. Когда дело касается университета, очень много выбора, может, этот курс, может, этот. Следуйте интуиции, нужно следовать интуиции, просто выбрать то, что первым в голову приходит. Да, может быть, это неправильный выбор, ну и что, можно исправить. И по поводу apprenticeship тоже похожая ситуация. Есть время делать ошибки, на них учиться и не повторять их, не повторять их. Учиться на ошибках, да. Учиться на ошибках, да. Слушай, ну это прекрасно, то, что ты говоришь, у тебя просто менталитет, который ты по жизни, это я знаю с первого дня, когда я с тобой познакомилась, поэтому это абсолютная правда, и, ну, это работает, это работает, я за это ручаюсь с собой. Слушай, последний блиц-опрос. Такие вопросы будут маленькие, ты можешь отвечать много, можешь отвечать коротко, длинно-коротко. Давай, я буду коротко, хорошо. Я могу много говорить. Значит, ты за бесплатное или платное образование в мире, в будущем, как ты думаешь, вот просто такая мысль? О, это хороший вопрос. Мне кажется, это как сравнивать платное обучение и бесплатное, платную медицину и бесплатную медицину. Оба. И так, и так. Мне кажется, должно быть бесплатное обучение, оно должно быть, мне кажется, в любой стране, потому что у каждого человека есть право быть умным. Если они выбирают это право, конечно же, это другой вопрос, но есть право на обучение, есть право на образование, это должно быть обязательно. Я надеюсь, я сказала бесплатное. Бесплатное должно быть обязательно. Платное обучение – это уже как бизнес. И тут уже нужно взвешивать. Если платить за обучение, оно того стоит. Есть школы, за которые не стоит платить дополнительно. Ну, это факт. Есть школы, за которые дополнительно платить, да, оно того стоит. Из-за разных маленьких пунктиков. Тут зависит, тут всё зависит от ситуации. Теперь следующий такой рандомный вопрос. Твоя любимая еда в университете? Еда в университете? Началось. У меня просто очень, у меня добрые такие воспоминания. Я попытаюсь быстренько. Мой жених, он регбист. Ну, был регбистом в университете. А я не люблю спорты, я не люблю смотреть футбол, не люблю смотреть регби. И то, как он меня заманивал, чтобы я пошла с ним и смотрела регби, он мне вдарил тарелку с начис. Я такая студентский менталитет. О, бесплатно? Хорошо, иду. Поэтому, да, любимая еда у меня в университете начис. Ой, класс. История, обожаю эту историю, на самом деле. Хорошо, следующая. Практика или образование? То есть, практичный опыт в работе или всё-таки образование? Практика. Сто процентов практика. Образование, мне кажется, не то, что ничего. Теория и практика абсолютно две разные вещи. То есть, если образование с практическими элементами, то отлично. Если образование – это сухая теория, то оно ничего не значит, потому что нет применения. Это просто что-то, что мы будем зубрить для экзамена, и потом это у нас вылетит из головы. Практика – то, что мы делаем своими руками, печатаем, думаем, проекты какие-то создаём. Как это можно учиться на ошибках? Когда мы начинаем применять это всё, мы обязательно делаем какие-то ошибки. Может, повторять их, может быть, не будем повторять. Но потом мы научимся, и в другой раз, когда будем делать похожий проект, то сделаем его в 10 тысяч раз быстрее. Поэтому сто процентов практика. Так, и есть ещё такой вопрос. Самая большая разница между Молдовой и Англией? Между Молдовой и Англией? Ух! В Молдове люди все прямые. Они что думают, то, в принципе, говорят напрямую. Да, конечно же, есть люди, которые всё равно обдумывают, но нет вот такой вот политкорректности. Всё равно можно сказать так, что не чересчур политкорректно, и люди нормально тебе всё равно воспримут. Здесь, если ты хотя бы какое-то одно слово не так скажешь какому-то британцу, то на тебя так посмотрят с раскрытыми глазами и с открытым ртом, и потом будут такие, ты, наверное, это имела в виду. Я такая, да, это именно то, что я имела в виду. И на самом деле из-за этого момента у меня очень много сров было, что я не подхожу к этой культуре, что я здесь не вписываюсь. Но мой жених, он мне очень сильно помог в эти времена. Он такой, нет, всё хорошо, всё классно, смотри, где ты есть сейчас, смотри, какой прогресс ты сделала за это время. Дальше оно тоже так будет продолжаться. Всё отлично, забей. Я, кстати, хочу просто прокомментировать этот пункт, потому что ты вот сейчас говоришь, и мне не верится, потому что когда я приехала к тебе в Англию, более душевно, радушно, не такого, ну скажем, политкорректного человека я в жизни не встречала как тебя. Ну потому что я смотрю, как ты общаешься с людьми, да, там в Англии, и как ты с ними разговариваешь. Я, честно говоря, я была просто в шоке. То есть я тебя же, ну, я тебя не знала, как ты такой прямолинейный, что ты мне говоришь. Это такой для меня инсайт личный. Я уже, не, ну, до того, как я переехала, то есть я могла, ну, что угодно сказать, но сейчас я уже тут 7 лет, и как-то оно уже ко мне притёрлось, что нужно быть политкорректной. Ну да. Слушай, так, значит, следующее, это насколько довольна ты своей работой? Я довольна. Ну и вообще счастлива с всеми разными. Работой я довольна на 60-70 процентов, а своей жизнью я довольна на 100 процентов. В работе всегда будут моменты, которые не будут нравиться. И в основном эти такие моменты, которые, ну, это, знаешь, ну, к примеру, очень много имейлов, и на них нужно долго отвечать. Вот эти вот моменты, ты такая, ага, я не хочу этого делать, но оно того стоит. И вот поэтому вот эти вот 70 процентов, вот эти вот дополнительные 30 моментов, мне кажется, они всегда будут что-то негативное. Но когда позитив перевешивает негатив, ну, тогда вот классно. Ну, это супер. Вот и всё.